Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые слушатели Директ-Академии! Я рад приветствовать вас на нашем новом вебинаре. И сегодня в качестве спикера выступлю вновь я, как и вчера. Так случилось, что мне пришлось перенести вебинар одного из наших авторов, и вместо него в расписании появился мой вебинар, который раньше фигурировал в мае. Ну что ж, проведем сегодня этот вебинар. Этот вебинар очень интересный и для меня, бывший в свое время, очень важным. В сентябре впервые я коснулся этой темы, не в Директ-Академии, а в другом месте. И мне показалось, что я затронул какую-то интересную тему, которую я сегодня до вас попытаюсь довести и что-то рассказать по этому поводу. Но прежде позвольте мне выполнить функцию организатора и рассказать немножко о Директ-Академии. В самом начале нашего чата расположены четыре полезные ссылки, первые из которых ведет на наше расписание. И в этом расписании вы можете зарегистрироваться на все онлайн-мероприятия до конца... Да, я вижу, уже пошли реплики. Сейчас мы про это поговорим. До конца нашего учебного года, до июля месяца, можете зарегистрироваться на любые мероприятия. Хотел бы отметить, что наше расписание приобретает все более подробные рамки. Мы приглашаем новых-новых спикеров. У нас почти уже не осталось дыр в нашем расписании за май и даже за июнь. Вот, смотрите, каждый день появляются новые спикеры, они достаточно интересны. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на Ютубе. Подписывайтесь на него. Там уже более 460 записей наших вебинаров, вебинаров Директ-Академии. И эта запись появится там, наверное, завтра где-то. Запись этого мероприятия. Онлайн-курсы – это третья наша ссылка. И там предложение 11 онлайн-курсов. Один из них – курс Натальи Логачевой «Технология успешной диссертации» начнется уже в мае 21-го числа, если не изменяет память, 21-го, кажется. Вот, выбирайте наши курсы. Ну и, наконец, последняя ссылка говорит о том, как приобрести сертификат о посещении вебинара. В самом конце нашего вебинара я постараюсь прямо по ходу создать сертификаты, чтобы вы, если вам это необходимо, могли бы их приобрести. И, наконец, я хотел бы... Нет, пока не на конец. Еще три ссылки посмотрите. Они в конце нашего чата появятся. Это наши новые вебинары, которые пройдут до конца мая. Завтра будет вебинар Татьяны Телегиной по теме наукометрических показателей. Я не рискую произносить те аббревиатуры, которые Татьяна здесь привела. Кроме слова «Хирш», они мне не знакомы. Но Татьяна – прекрасный специалист в области наукометрии. И я думаю, что она справится. Она вам расскажет об этих интересных вещах. В самом конце нашего месяца, с понедельника начинается короткая неделя предпраздничная. У нас два, не побоюсь этого слова, топовых автора. Первый из них – Наталья Алла Носкова, создатель сайта «Поступи онлайн». Это сайт для вузов, для родителей, для поступающих, абитуриентов. Один из главных сайтов, не побоюсь этого слова, о высшем образовании и о том, как в какой вуз поступать, и какие там программы и так далее. Поэтому этот вебинар будет посвящен для вузовских работников. Если имеете возможность позвать на этот вебинар тех, кто отвечает за приемную кампанию, будет хорошо. Прямого доступа к этим людям по рассылке у нас не так много. Но если вы им расскажете об этом вебинаре, будет очень неплохо, потому что этот сайт – это хороший способ заявить о себе вузу в открытом пространстве информационном. Ну и наконец, 30-го, в самый такой предпраздничный день перед нашими дачами и отпусками и так далее, выступит совершенно замечательный человек Максим Машков. Один из пионеров российского интернета, один из пионеров электронного, не сказал бы библиотечного дела, но электронных библиотек в России. И его библиотека Максима Машкова была, наверное, первой на пространстве попыткой как-то создать открытое информационное пространство, связанное с книгами и публикациями. Вот он проведет свой вебинар под названием «Место электронной библиотеки в современном медийном пространстве». Ну и последнее, о чем я бы вам хотел поведать сегодня, перед тем, как начать вебинар, это… сейчас я вам дам ссылку. Где она у меня? Так, вот она. Мы в этом году, как и в прошлом году, мы проводим конкурс тем вебинаров. И я приглашаю вас, если кто-то из вас хочет в июне стать спикером Директ-Академии, напишите, пожалуйста, тему своего возможного вебинара. Во второй половине мая мы проведем голосование среди наших слушателей. И те темы, которые победят на этом голосовании, этих спикеров, которые предложили эти темы, мы, как и в прошлом году, пригласим сделать вебинары в июне месяце этого года. Вот. Ну, теперь, наконец, все. Со своими обязанностями организатора я завязываю и перехожу к своим обязанностям спикера. Итак, сегодняшняя тема «7 жизней онлайн-преподавателя. Как заменить собой целый коллектив». Ну, звучит так бойко, может быть, вам тема покажется, название покажется преувеличением, но на самом деле все так. Все на самом деле именно так. И преподавателю, который собирается стать онлайн-преподавателем, необходимо прожить не одну за другой, а параллельно вот эти «7 жизней» и действительно заменить собой целый коллектив, потому что иначе не получится. Почему заменить собой целый коллектив? Потому что ему просто необходимо ответить на вызов универсальности. Ну, вроде бы этот вызов универсальности и так немножко понятен каждому, даже без развертывания этой темы. Так, сейчас одну минутку. Сделаю немножко поярче. Свет с одной стороны. Почему? Ну, потому что просто всем понятно, что преподаватель с одной стороны должен оставаться преподавателем, с другой стороны онлайн – это некая апелляция к IT-технологиям. И уже понятно, что какая-то универсальность у человека должна быть. Я, как организатор Директ Академии, постоянно сталкиваюсь с тем, что прекрасные специалисты в своих областях, если они не обладают навыками, простейшими навыками в IT, с ними очень трудно сделать из них даже просто спикеров вебинаров, не говоря уже о полноценном онлайн-преподавании. Но здесь дело глубже немножко. Ни одно IT. И вот я написал, вот здесь перечислил вот эти жизни, которые нам надо прожить, если мы хотим стать онлайн-преподавателями. В качестве иллюстрации я выбрал фото, да, как сейчас полагается, подписал, потому что у нас нельзя просто так фото людей публиковать без названий. Не знаю, кто сделал эту фотографию, но знаю, кто изображен. Изображен онлайн-преподаватель Михаил Густакашин из Яндекса. И его замечательный курс, посвященный основам языка C++, в свое время я очень высоко оценил в качестве эксперта на выставке AdCrunch. Не последний, а предпоследний, а полтора года назад. На мой взгляд, совершенно замечательный курс был. Ну, в нем, конечно, в этом курсе был труд не только этого преподавателя, но и коллектива Яндекса. Все было сделано очень здорово. Вот, ну, его фотографию я просто привел как вот такой типичный образ онлайн-преподавателя. Дело здесь не в возрасте, он достаточно молодой человек, а, наверное, в настрое, да. Вот он, как мне кажется, очень хорошо проживает все вот эти семь жизней, да. То есть, одновременно является специалистом в своей области, в данном случае программирования. Одновременно является хорошим оратором, знатоком-экспертом, автором, специалистом по медиа, немножко дизайнером, немножко тем, немножко сем, немножко другим. То есть, прекрасно отвечает вот именно на этот вызов универсальности. Вот именно этим я и хотел продемонстрировать. Да, ну и при этом, как вы видите, это совершенно приятное, улыбающееся лицо, лицо своего продукта, скажем так. Вот. Итак, что это за жизнь? Здесь я записал некий список, который считаю обязательным. Первый. Вы можете воспринимать это просто как пункты, но я специально здесь написал «жизнь 1», «жизнь 2», потому что это реально жизни, которые надо прожить. Первый – эксперт-специалист практик. Мы сейчас подробно их рассмотрим. Второй – автор. Третий – оратор-спикер. Четвертый – специалист по медиа. Пятый – связанный с четвертым. Билд-редактор. Шестой – дизайнер. Седьмой – программист. Вот все это как-то надо вместе совместить, и мой сегодняшний рассказ, он будет такой двояким. С одной стороны, воспринимайте его как некий посыл, что ли, или даже немножко такое вот философские рассуждения. С другой стороны, напротив, по каждому из этих пунктов я попытаюсь дать вам конкретные инструменты и конкретные приемы, которые позволят вам эту жизнь каким-то образом прожить. Может быть, замах слишком серьезный, но попытаюсь. Итак, как ни странно, начнем с нулевого пункта, неупомянутого здесь. Это учитель, методист, дидактик. Не назвал это в пункте, потому что, ну, раз мы преподаем, мы обязаны быть либо обученными, либо не обученными учителями, методистами, дидактиками. То есть, мы должны преподавать, и мы должны иметь представление о преподавании. Не буду больше об этом ничего говорить. Это и так ясно. Хочу только заметить, что, да, это не обязательно те знания, которые мы приобрели в педагогическом вузе. Это просто те знания, которые мы обладаем как преподаватели. Вот на практике просто. Отдельно не буду эту тему педалировать, потому что вот я и присвоил нулевой уровень. Специально, чтобы ничего об этом не говорить. Вторая важная. Уже не вторая, а первая. Мы как айтишники начинаем считать с нуля. Эксперт, специалист, практик. Должен ли быть преподаватель, онлайн преподаватель, экспертом в своей области, специалистом, практиком? Очень-очень-очень желательно. Причем в онлайне есть свои нюансы для этого. С удовольствием привожу вот этот вот достаточно известный афоризм. Не все знают его авторство. Автор Йоги Бера – это очень известный американский тренер бейсбольной команды. Он известен вот такими вот краткими афоризмами, наподобие того, как у нас Черномырдин известен своими черномырдинками. Вот у него совершенно замечательное высказывание есть такое. В теории нет разницы между теорией и практикой, а на практике она есть. По своей сути, очень замечательное заявление. И оно такое вложенное, как матрешка. Можно же было просто сказать, что есть разница между теорией и практикой. В чем смысл? Смысл в том, что когда мы преподаем, у нас есть искусств преподавать то, что мы не совсем хорошо знаем. На самом деле, если у нас есть навык нулевой, навык методиста и преподавателя, то вообще говоря, можно себе позволить на ночь глядя выучить учебник, а на следующий день это преподавать. Кстати, я вот так делал, когда в 80-е годы был в советской армии лейтенантом, и мне приходилось учить автоводителей. Да, сам я совершенно не разбирался в воздении и в строении двигателя автомобиля, но у меня был приказ обучить их. Вот приходилось ночью учить главу, а на следующий день преподавать этим людям. Ну вот это, конечно, очень плохой стиль. И тут есть некий искусств у онлайн-преподавателя. Если человек просто приходит к людям в оффлайне, лицом к лицу в зале, то он понимает свою опасность. То, что его недостаточная компетентность и практические навыки в этой области могут быть легко раскрыты парой наводящих вопросов. В онлайне всегда вопрос можно отстрочить, перевести тему, так как вот даже вы в чате, я могу как-то проигнорировать что-то, недоответить. А тем более, если вопрос задают в форуме, я могу быстренько где-то найти ответ, погуглить его и ответить. Но это очень нехороший стиль и он вызывает плохие последствия. То есть обучать таким образом совершенно невозможно. И это, ну точнее, качество будет очень низкое. Вот. С другой стороны, в онлайне есть совершенно замечательные способы повысить свою экспертность до того, как вы начинаете читать курс. То есть не просто прочитать про то, что вы будете преподавать, но и действительно освоить то, что на уровне эксперта, освоить то, что вы хотите преподавать. А вот поэтому в данном случае мы находимся между искусом преподавать все, что попало, все, что пользуется спросом и дополнительной возможностью быстрого изучения материала и перед тем, как мы начинаем это преподавать. Ну и второй большой пункт уже, это автор учебного контента, это действительно целая жизнь, полноценная жизнь, которую надо жить. И, конечно, тут огромные отличия в онлайне. В онлайне авторство приобретает совершенно необходимый характер. Если преподаватель в оффлайне может совсем не быть автором, он может пользоваться чужими материалами, просто он пришел, отчитал и ушел. А самостоятельного авторства у него нет. То в онлайне так нельзя. В онлайне вы должны сами создать материалы, по которым потом будете преподавать. Итак, в онлайне значение контента возрастает многократно. То есть, значение того отчуждаемого продукта, который вы создаете, отчуждаемого в том смысле, что этот продукт, он может потом использоваться без вас, да, возрастает многократно. Если в оффлайне, то есть в обычной жизни, это, как правило, только преподаватели, условно говоря, верхнего уровня, профессора и так далее, поднимаются на уровень создания контента, такого как учебники, учебные пособия и так далее. То есть, серьезный такой продукт, то в онлайне вы на любом уровне должны уметь создавать такие материалы. И это, конечно, большой шок для тех, кто приходит преподавать в онлайн. Мало быть автором текста, надо уметь создавать разные медиа. Это еще один вызов для онлайн-преподавателя. Надо уметь создавать видео, подкасты, лонгриды, интерактивные ресурсы и так далее. А без этого ваш материал в онлайне проиграет. И более того, если это просто сухой текст, такой же, как вот просто берете, например, вы до этого написали учебник и излагаете этот учебник один в один в своем онлайн-контакте. Нет, это не потянет, это будет низкокачественный продукт. И даже текст, который вы создаете для своих медиаматериалов в онлайне учебных, это уже не столько текст как таковой, а уже целый сценарий. Потому что таков стиль изложения материала в онлайне. То есть вы должны этот текст потом использовать в своих медиа, а это значит, что он должен иметь и другую структуру, и другой темп, другой стиль и так далее. Ну и наконец, все мы находимся, я люблю это слово, в состоянии революции медиа. Причем эта революция уже затянулась несколько. То есть она уже идет 20 лет и конца ей не видно. И каждые новые 5 лет они что-то такое новое нам готовят. В этой части у нас такой вызов, что авторство в сети не привилегия, а обязанность. То есть как только вы попали в сеть, вы становитесь автором по умолчанию, даже если вы не онлайн-преподаватель. Поэтому если вы попадаете в онлайн как преподаватель и пытаетесь отпихнуться от авторства, вы уже изначально чуждый элемент в сети. То есть на вас смотрят, как на мамонта, который пришел преподавать людям, скажем так. Надежда Олеговна, коллеги, а поделитесь теперь также по пунктам перечислим, кто создает свой контент или материалы для онлайн-курсов. Но еще тренд последних месяцев, насилие в текстах рекламы по созданию. Ой, ой, Надежда, вы такую больную тему, мы ее здесь не будем обсуждать. Ладно, это вопрос про инфобизнес, он разве что на последнем слайде у нас будет затронут. Да, я не против того, чтобы вы здесь все поделились, потому что это очень интересно и было бы интересно с вашим опытом тоже познакомиться. Вот тоже быстро пройду, я очень часто показываю эту фотографию. Надежда, разверните, пожалуйста, свой тезис. Я с ним, скорее всего, не согласен, но может быть просто вопрос терминологии. Итак, фотография, которую я лично сделал в своем, не где-то нашел, а просто это рядом с моим домом, когда гулял с собакой. Я вот сфотографировал такую надпись на будке трансформаторной. Я бы обнял себя, но всего лишь текст. Это вот современный манифест современного поколения, который говорит, что мы не просто люди, мы люди тексты, мы люди контенты. И наш контент – это неотъемлемая часть нас, и наше авторство – это тоже неотъемлемая часть нас. Вот современные наши слушатели, наших курсов, они вот такие уже. То есть это люди, которые воспринимают человека через его контент. Поэтому не быть автором невозможно. Создание своего авторского онлайн-курса предполагает уникальность рекламного текста. Это тоже, да? Все-таки это мой последний слайд. Я не хотел на этом серьезно останавливаться сегодня, но вы во многом правы. Итак, по поводу контента. Думайте, первый мой совет – это думайте над структурой контента, и тезис в структуре авторства больше, чем в самом контенте. То есть ваша структура, ну прежде всего программа вашего курса, а потом тонкая его структура на уровне связей, на уровне разделов и неких сложных кластеров, она важнее, чем само наполнение. Важнее в том смысле, что в нем содержится больше вашего авторства, то есть больше ваших внутренних творческих результатов, нежели в самом контенте. Сам контент может быть, в общем-то, даже немножко банальным. Если структура у него правильная и творческая, то это лучше, чем наоборот. Когда прекрасный контент на конце, но структура никакая. Хорошей структурой можно вытянуть даже, в общем-то, не очень хороший конечный контент, но не наоборот. Если прекрасный контент на конце, но структура плохая, то, скорее всего, испортится все. Создавая структуру своего контента, да, ну, во-первых, вы, в зависимости от того, кто вы по стилю, привыкли ли вы размышлять сверху вниз, то есть есть ли у вас такая логическая способность создавать ваш учебный контент прямо сверху вниз, то есть от структуры, от дерева к листочкам, либо вы более творческий человек и любите сначала создавать отдельные элементики, потом связывать их в какой-то больший объем, придавать им структуру. Это не так важно. Важно, чтобы конечный результат был связанным. И тут есть такое понятие, как связанность контента. Связанность контента может быть достигнута разными путями. Мыслите, советы, мыслите не главами, а разделами, а кластерами. Мыслить кластерами, это значит мыслить некими понятиями, которые стволовыми понятиями, нет, слово ствол не буду употреблять, потому что она опять приводит к иерархии, некими базовыми понятиями, которые потом обрастают мясом. То есть вот есть некий скелет, несколько точек кристаллизации, вокруг которых ваш учебный контент образуется. Пометьте эти точки для себя. И потом начинайте наращивать вокруг них мясо контента и понимать, как это мясо связано с этой точкой кристаллизации, и как эти точки связаны друг с другом. И второй здесь тезис, связанный с понятием связности, это тезис о том, что контекст также важен, как и контент. Собственно, контекст передается как раз через связи. Когда человек просто пишет текст прямой, то весь его контекст и все связи передаются семантически, просто неявными ссылками через семантику текста. Когда мы создаем контент в онлайне, нам надо формализовать наши связи, и желательно формализовать это в виде каких-то конкретных, используя какие-то конкретные инструменты. Проще всего, конечно, использовать гипертекстовый инструмент, то есть производить перелинковку нашего контента там, где это возможно, и где это необходимо на самом деле. Не просто перелинковка ради перелинковки, а там, где это необходимо, где семантика этого требует. Простейший пример, даже в пределах одного курса может происходить вот такая вот кластеризация, когда некоторые термины больше связаны между собой, а некоторые меньше связаны. Вот эту связность желательно из семантики формализовать, и формализовать в виде каких-то конкретных связей. Как я уже сказал, простейший способ – это гипертекст, но есть и другие способы, связанные с интерактивностью, связанные с визуальностью, и организуемые при помощи каких-то сервисов или инструментов. Об этом я сейчас немножко скажу. Как это можно достичь? Вот те инструменты, которые я постоянно использую, и которые я предлагаю на своих курсах, это инструмент Tilda Publishing, инструмент Timeline.js для таймлайнов, интерактивные путешествия StoryMap.js, тайммэпер – это некое объединение второго и третьего пункта, инструмент карту для геоинформационных систем, инструмент, да, здесь по-старому написал, тагул, на самом деле, WordArt сейчас называется, для создания облака тегов, poplet.com для создания... Это все примеры, по каждому из этих пунктов можно десяток сервисов написать, для создания карт знаний и так далее, и так далее. Все эти сервисы создают какие-то новые контексты, а новые контексты – это новые связи. Да, вот, например, Timeline.js создан для создания таймлайнов, то есть для оси времени, и этот инструмент создает внутри вашего контента временной контекст. То есть это контекст, немножко иной вход в ваш контент, при помощи которого становится явным временная составляющая вашего контента. StoryMap.js – это географические или геометрические контексты, посредством которых можно указать, как привязан ваш контент учебный к географии или к какой-то геометрической точке на большом рисунке. Карта, понятно, это тоже геометрический, географический контекст, но в плане данных, привязки уже конкретных цифровых данных к карте. WordArt – это контекст ваших, терминологический контекст, то есть все термины выделяются в некую область, выделяются самые главные термины и их связи с вашим контентом. Ну и, наконец, Ментальные карты – это способ нестандартной, не иерархической навигации по вашему курсу. Так, что-то здесь пишут, попытаюсь прочесть. Евгения Юрьевна, хочу перевести в онлайн библиотечно-библиографические занятия. Это надо засесть, как следует за работу. А времени нет, мало того, что в трансформировании личного времени, собственных ресурсов есть еще, нельзя будет пользоваться. Ну, дорогу осилит идущий на самом деле. Трудно рассчитывать на то, что вы просто сначала научитесь быть онлайн-преподавателем, а потом станете им. Нет, начинайте вот с чего-то, начинайте, и потом сами обрастете этими жизнями. Вот по поводу что, как и так далее, скоро у нас будет. Все это очень субъективно для преподавателей разных дисциплин. Я о том, что инструменты каждый выбирает. Несомненно, это субъективно не только с точки зрения выбранных дисциплин, но еще и с точки зрения выбранного стиля преподавания онлайн. Здесь я этого не касаюсь, но вообще онлайн настолько многообразен. Вы знаете, будет еще один мой вебинар 13-го числа по поводу онлайн-преподавания и критерия в качестве. И вот там будет такая часть, связанная с тем, что онлайн ускользает. Люди в онлайне друг друга, даже прекрасные преподаватели в онлайне, друг друга не понимают, потому что совершенно разные стили преподавания. Вот, например, те люди, которые делают массовые онлайн-курсы, это один тип онлайн-преподавателя. Те, которые ведут традиционные курсы с вебинарами и поддержкой, это другие виды. Онлайн-преподаватель, который занимается онлайн-репетиторством, это совершенно другой тип преподавателя. Ему нужны совсем другие инструменты и другой расклад при преподавании у него. Преподаватели, которые занимаются онлайн-преподаванием для детей, для взрослых и для людей старшего поколения, есть такая геронтогогика понятия. Это тоже совершенно разный подход. Ну, в общем, тут очень много. Поэтому, конечно, субъективно. Вообще, все, что я говорю, это субъективно. И я считаю, что вообще в субъективности смысл. Прийти послушать личное мнение человека субъективного, это лучше, чем... До объективности надо еще вырасти. Понимаете, чтобы вещать объективно, надо быть этими всеми видами преподавателя. А это почти невозможно. Поэтому лучше слушайте мое субъективное мнение, потому что оно идет от души. Итак, Тильда. Тильда – это в чем мы все собираем. Да, Надежда. Нет, у вас совершенно замечательные замечания, но просто из них следуют некие тезисы, которые надо разворачивать минут на пять. Вы просто сейчас всех перепугаете. Я-то как раз веду к тому, что это вполне можно освоить и начать, даже вот с нуля. Не надо бояться. А так мы запугаем всех с вами. Итак, мой любимый сервис – Тильда. Тильда хороша тем, что позволяет нам, преподавателям, не являясь программистами, не являясь дизайнерами, сразу начать создавать контент. Сразу начать создавать контент. Тильда тоже дорогу осилит идущий, но здесь подложено, в чем трудность основная, кстати, для того, чтобы начать создавать контент. Непонятно, в чем его собирать. Вот традиционные сборщики контента, авторские программы, они либо достаточно сложны, либо порождают такие достаточно неприятные контент, на которые не очень приятно смотреть. Тильда как раз подкладывает подушечку под вот эту вот нашу невозможность сразу создать красивый контент посредством своего шаблонного подхода. В ней есть 450, более 450 различных шаблонов блоков, красиво созданных, и вы только подставляете свой собственный контент в эти шаблончики. Надо быть очень плохо настроенным человеком, чтобы сделать из странички Тильды совсем плохой контент, потому что испортить это очень сложно. Не, можно, конечно, но сложно. Поэтому преподавателю начать с такой системы очень здорово. Он сразу делает эстетически достойный контент. Может быть не на пятерочку, но по крайней мере вот то, на что можно смотреть. И это сразу подкупает. Следующий мой тезис. Объясняйте понятно. Но это хорошо сказать, да? Вообще, конечно, объяснять, понятно, надо и в онлайне, и в оффлайне. Это все равно. Но в онлайне это особенно важно, потому что, как только вы делаете отчуждаемый продукт, то есть то, что будут смотреть без вас и не могут задать вопрос вам непосредственно прямо сейчас, то ваша способность что-то объяснить, она должна повыситься. И тут я вам рекомендую вот эту замечательную книжечку, которую прочел примерно год назад. Называется «Искусство объяснять» Лили Февра. Он поясняет этот вопрос на основе онлайн-роликов простейших, но рассуждения его годятся на все случаи жизни. Главный его тезис, ну, может быть, не главный, да, я упрощаю, да, это всегда рассчитывать на аудиторию, наименее способную вас воспринять и всегда начинать с вопроса «Зачем?» и только потом переходить к вопросу «Как?». Да, поясняет он это вот на такой схемке, о том, что есть люди, он их обозначает от буквы «А» до буквы «З». «Люди Z» — это люди, которые знают все не хуже вас и, в общем-то, не совсем нуждаются в вашем обучении. «Люди А» — это люди, которые в настоящий момент понимают вашей теме хуже всего. И, соответственно, вот это вот 26 вариантов людей, которые более-менее там что-то понимают и в разной степени. Так вот, для людей в левой части спектра, в левой части алфавита надо говорить не про деревья сначала, а про лес. Пока вы не сказали о лесе, то есть не рассказали о своем предмете, зачем он вообще нужен вашим людям, зачем этот предмет, как он решает их задачи, поясняет какие-то общие вещи, рассказывать об отдельных деревьях совершенно нет никакого смысла, потому что они потеряют интерес в самом начале. Для людей же из правой части спектра можно почти сразу приступать к описанию деталей, потому что вот это для них уже понятно, они уже для себя решили, для чего это им, и им надо конкретно понять, как это сделать. Поэтому, если вы сразу приступаете к вот этим объяснениям, вы теряете вот эту аудиторию автоматически. Главный вывод, вот эти люди вас простят, вот эти вот, да, если вы начнете с этих объяснений, а вот эти люди не простят, если вы начнете сразу с вопроса, как, и они отвалятся, тем самым вы потеряете часть своей аудитории, иногда может быть даже большую часть. Ну и вот здесь также это вот такой вот диаграммкой поясняется, вот это степень, степень понимания, да, и вот где-то здесь находится эта точка в аудитории вашей, с которой надо начинать объяснять, как уже. А вот почитайте эту книжку, я ее вам пересказывать не буду, да и не смогу, а почитать ее стоит любому преподавателю. Следующая наша тема, это оратор-спикер, и тут есть... Так, тело презентации скачивайте. Есть. План уже был, вы, наверное, пропустили в самом начале, план у нас вот эти вот 7 жизней, их упоминания. Реперы. А зачем 100 лет? Зачем 15 лет? Все это осваивается в течение вашего первого года онлайн обучения. Другое дело, что совершенствовать каждый пункт можно совершенствовать каждый пункт можно до конца своей жизни, но вообще все это осваиваемо. Оратор-спикер. Онлайн-преподаватель обязан быть, ну, собственно, и оффлайн тоже, выходя в свою аудиторию, вы должны что-то сказать. Другое дело, что в оффлайне вы можете начать с ассистентской должности, приходить сначала просто проверять домашние задания или вести только семинары, не вести лекции. В онлайне, если вы хотите о себе заявить, как правило, ну, если вы не являетесь частью большой онлайн-структуры какой-то, да, вы сразу должны перейти на уровень спикера и вести себя. Если вы хотите заявить о себе, как о независимом онлайн-преподавателе. И тут, конечно, это все важно, и первое, что становится важным, это как организовать свою речь. Мой любимый пример для тех, кто собирается формировать свою речь для учебных роликов, но он подходит под большинство проблем онлайн-преподавателя, в том числе и под вебинары. Это вот тут тоже почитайте, пожалуйста, очень интересный текст. Он, правда, для журналистов и приводится пример, как одно из издательств, онлайн-издательств издательств американских норовоучало своих журналистов, которые привыкли к письменному стилю изложения. Вам придется перевести весь свой контент из письменного стиля в устный язык, когда вы начнете этот контент излагать на вебинарах, в учебных роликах и так далее. Вот журналисты, они тоже привыкли излагать языком письменным, но издательство потребовало от всех своих журналистов, чтобы они вели видеоблоги и оказалось, что видеоблоги не так хороши, как им казалось бы, как им хотелось бы. Вот, а все, вся причина в том, что журналисты привыкли к письменному языку, а устный язык, он отличается от письменного. Ну, у меня всегда по этому поводу есть собственные замечания, которые связаны с тем, что просто идите по наитию, вот как выходите к микрофону, как будто вы вышли в зал и у вас пропали все ваши бумажки. Да, начинайте просто говорить, искренне говорить, искренне говорить с вашими слушателями свободным своим языком, излагая свои мысли, не задумываясь над теми правильностями, которые вы должны соблюсти. Ну, есть более последовательный подход, это писать сценарий, и сценарий, не у всех это получается, есть специальные курсы сценарного мастерства, правда, я не знаю таких курсов специально для преподавателей, вот, если кто-то знает, поделитесь, вот, но суть примерно та же, вот смотрите, наверху одно предложение, снизу четыре предложения, они раздуты по размеру, но зато их можно читать. я не буду воспроизводить это, но первое предложение почти невозможно прочитать без перехватывания дыхания, а снизу четыре коротких предложения с рубленным стилем, вот так примерно надо преобразовать свою речь, чтобы она была пригодна для онлайн обучения. Есть еще и физиологические и психологические аспекты спикерства, и вот я вам предлагаю посмотреть запись вебинара, у нас выступал Юрий Майский, преподаватель, ну вот здесь написано, что он преподаватель в учебном центре СКБ Контур, на самом деле он еще и преподаватель по риторике и по голосу, и у него были некоторые специальные методики физиологические, что с голосом делать, чтобы он не пропал и прочие всякие вещи интересные. Вот, в этом году он тоже провел у нас целых два вебинара, вы сможете на нашем видеоканале его найти, и вам советую его смотреть. Скорость воспроизведения имеет значение в целом, хотя это очень спорное утверждение, чем быстрее, тем лучше, до определенного предела. то есть не говорите очень медленно, говорите либо нормальным темпом, либо ускоренным темпом. Не стоит приближаться к темпу, к которому на радио говорят рекламу, чтобы уложиться в три секунды, это не стоит, но говорить хорошим темпом в онлайне необходимо. Следующая жизнь, которую вам надо параллельно прожить, это специалист по медиа. Это такое очень широкое понятие, для преподавания оффлайнем вам достаточно листочка и доски, если говорить о традиционном подходе, либо проектора и презентации, если говорить о более современном подходе. Но онлайн преподаватель должен быть специалистом по медиа, уметь создавать тексты, учебные ролики, возможно подкасты, интерактивность, разные интерактивности и так далее. То есть это должен быть мультимедийно ориентированный человек. Каждая медиа имеет свои преимущества, свои способы воздействия на ваших людей и на ваших слушателей прошу прощения и поэтому надо каждому из этих средств в какой-то мере овладевать. Вот мой любимый автор Marshall McClough и любимая книжка «Понимание и медиа». Я вам всем предлагаю ее почитать. Это очень глубокая вещь, которая в том числе касается не просто понимания медиа, а понимания медиа в преподавании. Вот в частности по поводу преподавания Marshall McClough говорил, наше образование давно приобрело фрагментарный и осколочный характер механизма. Ныне оно находится под все большим, более возрастающим давлением, подталкивающим его к обретению глубины и взаимосвязи. У него там есть еще несколько высказываний по поводу обучения. Например, такое, что нас все обучает, любое медиа нас обучает, реклама нас обучает, то есть подход такой широкий к обучению. А коль скоро нас все обучают, то нам очень здорово было бы посмотреть в соседние области и подглядеть у журналистов, у маркетологов, у медийщиков профессиональных те приемы, которые они применяют для того, чтобы свою информацию донести до своей аудитории. И именно с этим пониманием медиа в плане обучения связано возрастания роли медиа в обучении. 20 лет назад совершенно не обязательно было уметь писать скринкаст, то сейчас это одно из основных направлений вашей деятельности. Предлагаю вам несколько материалов, которые я создал. Вот по этому краткий справочник, например, из 75 примерно примеров по типологии учебного видео. Можете ее посмотреть, посмотреть, какие вообще учебные видео бывают. Их бывает большое количество, от самых дорогих до дешевых в изготовлении. Среди них вы наверняка сможете найти такие, которые смогут вам помочь в создании учебного контента. то, что я обычно предлагаю слушателям, есть один из этих типов, точнее разделов типов, потому что скринкасты бывают очень разные. Это скринкасты, то есть запись с экрана во-первых того, что на экране происходит, а эту картинку вы сами формируете, во-вторых, возможно себя любимого в уголочке где-то через веб-камеру, ну и в-третьих, неких пояснений голосом и в-четвертых того, что вы на этом экране сами нарисуете, поясните какие-нибудь стрелочки и так далее. Все это чрезвычайно демократично, может сделать почти каждый. Это очень сильно улучшает качество продукта. Возможно двойное использование, например, прямо на вебинаре я могу запустить скринкаст и объяснить его своим голосом, а потом это станет контентом. Ну и наконец можно совсем простенькие вещи сделать, немые скринкасты, которые обладают замечательной объяснительной силой. Аторское право на скринкаст. Сами пишите, будет ваше право за этим. Потом если вы помещаете например свои скринкасты на YouTube, то ваше право формально защищается, потому что если вы выбираете стандартный путь, это лицензия, стандартная лицензия YouTube, она защищает авторское право. Вот так была какая-то умная мысль, которую я забыл вам сказать по поводу скринкастов, двойное использование. Да, про объяснительную силу. Не гонитесь, вот я немножко себе противоречу по поводу медийности, не гонитесь за излишней медийностью, которая сильно повышает качество вашего привлекательную привлекательность вашего контента. Гонитесь, ну, по крайней мере, по началу за объяснительной силой. И тут я готов утверждать, что ролики, которые сняты в студии, качественные дорогие ролики, они в большинстве случаев не обладают дополнительной объяснительной силой по сравнению с обычными скринкастами. за редким исключением тех специальностей, которые ориентированы именно на риторический способ их подачи. Вот, что можно применять для скринкастов? Инструменты, которые я советую. Традиционный, достаточно старый инструмент, с которого можно начать, бесплатный, это сервис Screencast-O-Matic, бесплатная программка iSpring FreeCam, которая доступна на русском языке в бесплатном варианте, и по ней же есть замечательный русскоязычный хелп прямо на сайте iSpring. Ну, а для более профессионального применения я очень люблю и всегда применяю программу, которая называется Camtasia Stadia, вообще-то Camtasia, да, но почему-то в России все говорят Camtasia, я тоже так говорю. Последний выпуск 2018 года доступен для покупки, стоит она 299, если без скидок долларов, но, как правило, можно взять со скидкой в половину, если вы заявите, что вы являетесь преподавателем, то скидка сразу появляется, даже никто не проверяет при покупке. Всегда задумывайтесь о своих форматах, это уже технология, всегда задумывайтесь о форматах медиафайлов, насколько они подходят для вашего конкретного случая, насколько они поддерживаются той системой дистанционного обучения, в которой вы собираетесь это все потом запихнуть вебинарной системой, вот, например, мы сейчас работаем в Мерополисе, и Мерополис понимает не все виды медиа, а только некоторые, тем средствам обучения, которые вы используете, будете ли вы только показывать файл, или даете его только на скачку, если даете только на скачку, то у вас больше вилка возможностей, всегда думайте о том, тяжелый это формат или легкий, то есть насколько легко этот формат можно будет передать в онлайне, ну и всегда думайте о том, стандартный ваш формат, используйте по возможности самые стандартные форматы, переходите к специфическим только тогда, когда это жизненно необходимо, например, отражает какую-то специфику того предмета, который вы преподаете. пятая жизнь, как я ее назвал, это билд-редактор, ну все мы волей-неволей сейчас в онлайне билд-редакторе, потому что мы подбираем какие-то картиночки. Разумеется, иллюстрации играют огромную роль в онлайне, просто потому, что наша жизнь сейчас перевернула представление о том, что иллюстрация является извиняюсь за тавтологию, иллюстрирующим материалом к тексту, что совершенно наоборот. Сейчас складывается такое впечатление, что современный контент это всегда подпись к иллюстрации. То есть изначально идет иллюстрация и к ней уже как бы поясняющим текстом под рисуночной надписью, как раньше это говорилось, идет текст. Это может кому-то показаться диким, но современное восприятие так и построено, подбор иллюстраций, разумеется, не все иллюстрации можно нарисовать самому, если это необходимо, это надо делать, если же нет, мы выступаем в качестве бильд-редактора, то есть должны где-то найти адекватную иллюстрацию, вставить ее куда надо и как надо оформить. поэтому мы всегда должны задумываться о следующем, о том, что иллюстрация для нас это не просто иллюстрация, то есть не прямой поясняющий материал, но и визуальная метафора. Визуальная метафора это значит то, что она передает настроение вашего смысла текущего, вот в данном абзаце или в данной теме вы передаете какой-то конкретный смысл и у этого смысла может быть визуальная метафора. Используйте визуальные метафоры для того, что сейчас, сейчас, дойдем, дойдем. Надежда, сейчас, сейчас, дойдем. Это очень важно, не пренебрегайте пожалуйста этим. Всегда помните, что качество картинки качество вашего продукта. Если вы подбираете иллюстрацию низкого качества, то есть плохой цветопередачи или плохого разрешения, то вы сразу ставите штамп на своем продукте о том, что он низкокачественный. Лучше вообще выбросить или потратьте даже лишний час на то, чтобы найти ту же самую иллюстрацию в лучшем качестве, нежели использовать иллюстрацию низкого качества. Альфа-канал, про который спрашивает Надежда. Что это такое? Это канал прозрачности. Используйте иллюстрации обтравленные. Вот такие вот. выполняет иллюстрирующую к первому пункту роль и прямую роль к третьему пункту. То есть, он одновременно является метафорой и пояснением к третьему пункту. Изображение с альфа-каналом всегда легко вставляется в любой фон, и вам не надо задумываться над тем, что у вас, например, серый фон, и вы вставляете иллюстрацию на белом фоне это сразу смотрится как-то немножко диковато и эстетически непривлекательно. Четвертый пункт. В сети есть при подборе у вас иногда возникнет необходимость ссылаться на изображение с очень высоким разрешением. То есть, когда эта картинка не помещается в один экран. Для этого есть особые виды подачи материала, особенно если это гигапиксельные картинки, большие, размером несколько тысяч пикселей по каждому разрешению, в этом случае я настаиваю на том, что это вообще не иллюстрация, а особый вид медиа. И сейчас вам дам ссылку на небольшую статейку, которую я по этому поводу написал. Еще раз повторяю, всегда помните, пятый пункт, всегда помните о формате файла и размере, потому что это может быть тем техническим параметром, который убьет все ваши старания. Если вы не будете об этом помнить, то нарветесь обязательно на какую-то проблему. Ну и всегда думайте, вставляете ли вы визуальный контент в ваш основной контент или показываете его отдельно. Не все эргономика не согласен. Тут есть много того, что мы бы отнесли к эстетике, а иногда и к смысловой содержащей. Вот я на самом деле настаиваю, что визуальная метафора это не рюшечки, а это на самом деле то, что помогает нам осваивать материал. Вообще обучение вообще метафорично. Подумайте над этим. обучение это всегда метафора. Школьная математика это никакая не математика. С точки зрения математики математика это дикое изложение материала с огромным количеством совершенно не математических утверждений. Оно метафорично. То есть школьнику на этом этапе при помощи неких метафор математики даются основы. и здесь то же самое иллюстрация она может быть метафорой и она может передать больше чем ваш текст. Итак встраивать контент или не встраивать вопрос связанный с самим содержанием того что вы хотите показать. Если вам важно показать все детально можете не встраивать свой контент а показать в виде отдельного файла где можно разглядеть все более менее детально. Ну и наконец если иллюстрация огромна помните я говорил что есть масса иллюстраций с большим разрешением вот есть разные способы подачи материала в частности упомянутой мною сервис StoryMap при помощи которого можно показывать такие иллюстрации в увеличении чем характерны гигапиксельные картинки тем что их можно приближать до 20-30 раз без ухудшения качества качества картинки то есть вы наезжаете как в голливудских фильмах знаете сделай мне картинку и она действительно там номер машины вдруг начинает быть явным да вот гигапиксельная картинка позволяет именно это мы сначала окидываем ее всем в целом а потом приближаемся приближаемся и можем вот такие вот мелкие детальки уже разглядеть как-то близко совсем посмотреть без ухудшения качества посмотреть на них что они себя представляют это особая медиа и по этому поводу вот я вам предлагаю прочитать вот такой текст который я специально написал возможно вас это вдохновит вернемся на грешную землю очень часто в качестве иллюстрации применяется скриншот но скриншоты можно сделать хорошо можно сделать плохо вот пример плохого скриншота почему он плохой во-первых тут показана лишняя информация вот нижняя часть вот здесь она совершенно не нужна для наших пояснений во-вторых она развернута на весь экран и поэтому здесь много областей которые не обладают никакой объясняющей силы они нам не нужны а в-третьих те области которые нужны они их не прочесть они маленькие вот что же надо делать чтобы скриншот был хороший убирать все лишнее приближать делать поясняющие надписи или стрелочки или рамочки и то приложение или тот сайт или тот вообще продукт который вы показываете попробуйте привести в компактное состояние вот здесь я привел ту программу о которой говорится на этом скриншоте в компактное состояние и убрал вот эти вот лишние лишние области до которых о которых я говорил вот чем же можно делать хорошие скриншоты есть специальная категория скриншотеры так называемые программки простые и скриншотеров я предпочитаю пользоваться вот таким клиптунет можете ее скачать она ну вообще говоря платная но у нее такой шикарный бесплатный тариф что им грех не воспользоваться вот она позволяет все это делать вырезать части экрана ставить стрелочки и все это буквально за полминуты и использовать ее главное можно не только для формирования инструкций и такого стабильного контента который вы показываете статического контента который станет потом частью вашего курса но и буквально в процессе общения в чате или даже в вебинаре не буду сейчас показывать обычно это делаю прямо в вебинаре показываю кусочек чата и вы видите что это за полчаса за полминуты можно сделать м следующий навык которым надо овладеть это навык поиска картинок и конечно самое простое что здесь можно придумать это использовать поиск по гугл картинкам обязательно с использованием настроек инструментов вот нажимаете на эту кнопочку всплывает еще одна строка и вот ее используете а для того чтобы искать качественные иллюстрации можете использовать последовательность инструменты размер больше чем и здесь выбираете конкретные настройки вот например здесь выбрано больше чем 4 на 3000 пикселей но это совсем хорошо вам редко такое понадобится но например для обложек ваших лонгридов вполне может понадобиться разрешение там примерно 2000 на полторы тысячи ну и также здесь можно искать только изображение с открытой лицензии чтобы обеспечить юридическую чистоту вашего конечного продукта последовательность такая же картинки инструменты с лицензией на использование и здесь тоже с лицензией на использование в результате вам вывалятся только те картинки которые либо находятся в общественном достоянии либо имеют лицензию creative commons а значит вы можете их использовать бесплатно просто с указанием авторства огромное поле еще поисках которые иногда не всегда хорошо охватывает поиск гугла иногда лучше поискать напрямую это вики склад который содержит настоящее время уже более 53 тысяч свободных медиафайлов а ну в нем надо уметь искать он вики склад это все таки как как любой вики проект он такой представляет из себя связный конгломерат разных ресурсов поэтому там просто поиском тоже не всегда можно найти и как это сделать вот был хороший вебинар у нас полтора года назад который провела софья бакдасарова называется он как википедия хранит старинные книги википедия как книга хранилища но на самом деле тут не только книга хранилища но и о том как искать на вики складе в частности как искать при помощи категорий и так далее вы знаете я вот последние два года активно использую этот вид поиска и действительно он позволяет найти иногда уникальные вещи уникальные иллюстрации видео и так далее а используйте тоже этот способ иногда нужны и звуки особенно для озвучивания фонового озвучивания вашего видео я предлагаю здесь использовать источник который лежит на ютюбе отсюда можно просто скачивать музыку не обязательно использовать в ютюбе но самое главное что youtube гарантирует что если вы эту музыку используете то он вас не заругает не забанит ваш потому что ютюб очень жестко относится к чужой музыке если вы взяли популярную мелодию особенно западную особенно современную и сделали его подкладкой своего учебного ролика то вас скорее всего youtube либо забанит либо понизит в правах либо повесит большое предупреждение что ладно используйте но будет на вас крутится реклама которую обладатель прав на эту музыку принесет ему выгоду вот здесь очень удобно сделано например мне очень нравится что здесь музыку можно выбрать по настроению а это очень часто необходимо например тревожную музыку либо безмятежную музыку либо там еще как какие-то несколько видов настроений это все инструментальная музыка и именно она лучше всего подходит для для подкладки звуковой подкладки ваших роликов еще один источник есть bbc sound effects в которой можно бесплатно скачивать музыку у них лицензия является неким подобием на креатив коммонс и есть подозрение я правда не проверял что никто на это ругаться не будет потому что здесь явным образом сказано что несмотря на то что авторские права принадлежат bbc она позволяет использовать эту музыку для личных образовательность и исследовательских целей а ну и наконец есть свободное видео если вы в ютьюбе откроете описание ролика то внизу можете найти иногда можете найти такую надпись лицензия креатив коммонс то есть используя разрешено повторное использование это означает что эти ролики вы можете обязательно со ссылкой на автора использовать в своих собственных образовательных ресурсах как составную часть дизайнер нам трудно быть дизайнером мы не все можем рисовать или как-то создавать эффективно визуальные образы но нам это необходимо поэтому по крайней мере некие общие вещи мы можем знать относительно текста мы должны соблюдать электронную типографику по той причине что через текст автор передает важное сообщение читателю вот это всегда надо знать не думайте что текст это просто так и только он передает только тот смысл который вы в него вложили он передает еще какой-то смысл посредством своей формы если эта форма несовершенна то и сообщение это негативное поэтому думайте о типографике я вам предлагаю почитать вот этот вот текст это чтиво примерно на 40 минут 4 переводные главы тут хорошо то что здесь все это привязано именно к learning то есть онлайн обучению и ну получите по крайней мере представление о том что хорошо что плохо в типографике кстати использование тильды это хороший способ освоить типографику если вы не перенастраиваете блоки тильд то скорее всего с типографикой у вас более менее все будет хорошо следующее последняя ипостась или жизнь это программист это то что большинству людей особенно с гуманитарным стилем мышления кажется ну прямо каким то вот совершенно недостижимым идеалом вот на самом деле все не так плохо вы можете не знать ни одного языка программирования и тем не менее обладать навыками программирования в виде алгоритмического мышления большое количество инструментов с которыми вы и так работаете начиная с варда и закачивая какими-то более сложными инструментами для создания контента они обладают некими элементами позволяющими вводить основу программирования ваш ваше построение ваше построение контента моя любимая фраза в связи с этим новички думают о тактике профессионала логистики как только вы начнете создавать свой собственный контент если он более-менее продвинутый контент то есть большого объема да вы столкнетесь с необходимостью постоянно проводить одни и те же операции поэтому всегда думайте не о том как тысячу раз выполнить одну операцию а как найти инструмент при помощи которого можно реализовать массовые операции то есть операции над массивами контента и такие инструменты есть и вот несколько примеров например массовые операции над иллюстрациями я провожу в программе которая называется ACDC тут можно делать массу интересных вещей преобразовывать формат файла приводить к единому размеру приводить к делать повороты и отражения делать пакетное переименование файлов и многие другие вещи которые очень необходимо делать с иллюстрациями то есть если вы не перевели все иллюстрации в один и тот же формат и примерно в один и тот же размер то столкнетесь с разными трудностями при производстве роликов если вы используете Camtasia у вас тоже есть возможность использовать использовать массовые операции вот есть тут такой пункт пакетная обработка когда вы можете отправить на рендеринг одновременно любое количество файлов например вы готовите ролики приготовили их ушли спать и поставили на рендеринг сразу 12 проектов и к утру все у вас готово это гораздо правильнее чем делать их по одному потому что в процессе рендеринга у вас нет доступа к Camtasia она может делать только одно что то либо редактировать файлы либо производить рендеринг то есть сохранение конечного файла в том формате в котором вы предполагаете а это между прочим в отличие от сохранения графического файла занимает некоторое время то есть в зависимости от мощности вашего компьютера это может быть от одной десятой части длительности вашего ролика до наоборот десятка длительности вашего ролика в тильзе в тильзе о которой я говорил тоже есть свои массовые операции хотя они не настолько продвинуты это меня немножко смущает я хотел бы конечно большего ну по крайней мере уже загрузить в галерею сразу десяток изображений это всегда пожалуйста и использовать это надо ну и наконец давайте я сначала вот этот следующий покажу пункт наконец в таком простом нет он конечно не очень простой но в таком употребимом инструменте как ворд есть возможности делать массовые операции хотя бы хотя бы путем использования поиска и замены и если вы хоть раз работали с обширным текстом который включает в себя несколько а то и десятки авторских листов то вы понимаете что это достаточно занятие достаточно такое долгое поэтому имеет смысл автоматизация например вот я в процессе работы над большими текстовыми материалами для своих редакторов разработал вот такие вот автоматические замены которые позволяют убрать большинство технических погрешностей такие например как убрать два пробела подряд на один убрать пробел в начале поля в конце поля ну и масса других технических вещей есть которые можно убрать просто просто применяя вот эти автоматизма вот используйте их и сразу жизнь облегчится на ну серьезно то есть вы уберете как минимум половину своих проблем к сожалению это не я не могу советовать это вам в качестве универсального средства потому что все равно вычитывать надо потому что есть сложные моменты да ну и в конце концов есть орфографические ошибки есть описки есть стиль и так далее но по крайней мере вы будете лишены необходимости совершать постоянно некие технические действия поэтому если вы еще до вычитки проведете вот эти вот операции то это сильно облегчит вашу работу а это уже программирование простейшие виды программирования суммируя работая над контентом вашего над вашим онлайн контентом всегда старайтесь унифицировать все унифицировать подходите к этому как специалист по контенту а не как преподаватель унифицируйте во первых стандарты форматы во вторых технологии в третьих процессы вообще всегда создавайте процессы не просто что то делайте вот надо сделать сейчас я это быстро сделаю а потом оказывается что это сейчас надо сделать тысячу раз поэтому создавайте процессы процессы легко поддаются автоматизации а неформальные действия автоматизации не поддаются а ну и наконец стандартизируйте объемы ваших файлов плохо если в вашем проекте существуют файлы с разностью в объемах в три на три порядка например один килобайт и один мегабайт или еще хуже один мегабайт и один гигабайт приводите их примерно к одному и тому же унифицированному формату вообще унификация контента это ваш шаг в сторону профессионализма его создания и так жизнь программиста мы с вами тоже прожили или проживаем ну и наконец да и тут мы приходим к тому что 7 это хорошее число но не всегда достаточно если вы выходите на свободный рынок то вам еще надо пытаться прожить жизнь маркетолога коммуникатора то есть специалиста по пиар психолога сейл менеджера и так далее и так далее но пугать то я вас не буду потому что все таки мы пытались вначале ограничиться компетенциями онлайн преподавателя да а это уже скажем так компетенции бизнеса то есть если вы решили выйти в открытое плавание и говорите что мне работодатель больше не нужен я сам себе сам себе работодатель то к этим семи жизням наверное добавится еще семь но это тема для отдельного разговора здесь я просто упомяну о том что это тоже необходимо ну на этом мой сегодняшний спич закончен я надеюсь что я что-то полезное вам дал по крайней мере подтолкнул каким-то мыслям возможно к освоению каких-то каких-то техник и каких-то инструментов ну и воспользуюсь своим положением и приглашаю вас на свой онлайн курс который должен состояться четвертого начаться четвертого мая называется он визуализация инфографика в онлайн обучении проводится совместно с компанией ракурс и если вам интересно прочитать про этот курс вот вам ссылка на него до 30 апреля если не изменяет память действуют льготные цены льготные цены ну что ж я не буду себя очень сильно рекламировать вот я вам эту информацию дал кому интересно посмотрят если 14 я где-то написал где-то четвертого написано или я сказал голосом четвертого 14 с 14 мая по 20 июня 12 тем 12 вебинаров два раза в неделю будут проходить будут проходить занятия понял значит 14 повторяю на самом деле 14 да не все понятно конечно не все понятно но дорогу осилит идущие и те инструменты которые я вам дал их ну начните с простейших освоения в принципе они многое многое дают их можно и самостоятельно освоить многие и уж по крайней мере по своему опыту преподавания на онлайн курсах я знаю что преподаватели не имеющие никакого отношения конкретно этой области к производству контента к программированию и прочим этим вещам они нормально все это осваивают то есть освоить и прожить эти семь жизней это вполне реально для каждого преподавателя надо просто взяться и освоить несколько дополнительных компетенций как сейчас говорят все это не так сложно надо просто начать и а дальше дорогу осилит идущий ну что ж коллеги я я немножко разговорился да по не поместилось у меня это в час ну что ж поделать надеюсь что мой вебинар был для вас интересным да а сейчас я по по сложившейся в директ академии традиции сформирую ваши сертификаты а я вовсе не уверен что они вам нужны но вдруг они вам нужны и тогда я прямо сейчас их вам предоставлю сохраняю файлик не очень удобно это делать являясь одновременно и организатором и спикером но приходится так я прошу прощения нажал не на ту кнопочку а вы можете сформулировать свои вопросы если они у вас появились так сохранил файл переходим в выдачу загружаем этот файл закачиваем его выделяем выдаем отправляем на почту и теперь я готов вам еще раз показать адрес по которому можно приобрести сертификаты коллеги до встречи моя следующая встреча с вами в качестве спикера произойдет 13 мая а нас ждут еще три интересных вебинара в апреле приходите на наши вебинары будет интересно всего доброго до новых встреч директ академии не у до новых встреч покажи р Продолжение следует...